Новые горизонты развития городских общественных пространств, парковая инфраструктура и цветочное оформление города. Это и многое другое обсудили работники ландшафтной сферы Белгорода и других регионов России на первом парковом форуме Белогорья. Что такое комфортная среда, как она влияет на жизнь людей, что мы для этого делаем, потому что каждый из нас вносит свою частичку в этот большой проект. То есть это наш общий большой проект страны. Своим опытом в сфере развития парковой инфраструктуры поделились руководители и ландшафтные архитекторы красивейших парков столицы – парка имени Горького и музея-заповедника Царицыно. Царицыно – это 400 гектаров территории, порядка 30 объектов культурного наследия, пейзажный парк и около 20 выставок в год. Благодаря фестивалю «Белгородское лето» наш город двигается в верном направлении. Я хочу сказать, что он не то что близок, он вообще не проигрывает столичные фестивали. Все эти фестивали, которые я видела, более того, я видела и международные фестивали, например, фестивали в Версале. Ну, просто я считаю, что Белгородский фестиваль просто по каким-то даже моментам раз и превосходит. Ну, просто другой, очень качественный и очень сильный, и для города видно, как он нравится жителям. Свои необычные ландшафтные проекты представили гости из Воронежа и Ростова-на-Дону. В презентациях есть, что почерпнуть белгородским архитекторам и садоводам. Такой обмен опытом позволит расширить поле деятельности на фестивалях, внедрить в проекты что-то новое, интересное и, конечно, привлечь туристов в свой регион. Это уникальный опыт. Казалось бы, парки, которых ты слышал, знаешь и был не один раз. Но такая богатая история. Это такой колоссальный труд. Очень интересное, полезное мероприятие. Действительно, наверное, даже надо сюда не только взрослых и специалистов приглашать, а, наверное, наше подрастающее поколение. Мне было очень интересно увидеть, в какой концепции вообще Белгород собирается двигаться, потому что, ну, если мы выбираем спикеров людей, которые занимаются развитием Царицына, парка Горького, где прекрасная Ирина Владимировна рассказала про Тихий Дон, то, конечно, интересно, куда Белгород будет двигаться. В Белгороде уже готовы планы развития общественных территорий. Уникальность этих проектов состоит в том, что они носят и экономическую, и экологическую составляющую. Одним из проектов, который сейчас реализуется на территории города Белгорода, это создание целостного водно-зеленого каркаса. 25 километров рекреационного маршрута, 13 уникальных территорий и 30 сценариев их использования. На основании социологического исследования и работы с жителями этот проект – то, что действительно нужно людям. Помимо него разработаны концепции развития Центрального парка имени Ленина, Сада памяти в Парке Победы, набережных Везелки и Северского Донца и Архиерейской рощи. Анастасия Ильина, Роман Юрин, Белгород Медиа.